Модель национальной идентификации, национальной революции, как она была сразу названа в январе-феврале этого года, действительно, как мне кажется, является очень важным элементом всего происходящего, который выводит события за рамки привычных нам конфликтов даже на постсоветском пространстве. Во-первых, национальная самоидентификация ведь происходит не только у Украины. Да, Украина пошла по модели, можно сказать, восточно-европейской, центрально-европейской, когда все элементы, начиная от иллюстрации, то, чего на постсоветском пространстве нигде, кроме стран Балтии, не было, и заканчивая самим созданием романтического мифа о жертвах борьбы за независимость, чего на Украине не было, отродясь, потому что там не было борьбы за независимость. А теперь они появились, вот это представление, небесная сотня, кровь на Майдане и так далее. То же самое аналогично произошло и со стороны Востока, когда тоже появились мученики и жертвы свои, то есть что, конечно, еще больше отдаляет стороны друг от друга. Но, как мне кажется, важнейшим элементом всей картины является тот факт, что ведь и Россия, которая вольно или невольно принимает участие в этом конфликте, она тоже переживает очень сложный, видимо, только еще начинающийся процесс национальной самоидентификации. И тот факт, что в этом конфликте, где изначально был очевидный геополитический лейтмотив, флот, НАТО, Крым, там, как бы все это легко объясняется в категориях национальной безопасности, можно соглашаться или нет, но это совершенно очевидные вещи. Но в какой-то момент туда был добавлен вот этот элемент русского мира, иными словами, самоидентификации России, что она видит собой на самом деле, вот где она находится. И это качественно изменило всю ситуацию, и связанную с Востоком Украины, и связанную с дальнейшей возможностью России для маневра. Потому что одно дело, когда это вопрос о конкретных гарантиях вступления-невступления, или размещения-неразмещения, а другое дело, когда вводится в действие вот этот вот национальный элемент, а здесь уже в общем компромиссы или невозможны, или они крайне сужены, потому что это уже вопросы очень эмоциональные. И второе, что, на мой взгляд, тоже очень важно, и эта связь вытекает из первого, конфликты на постсоветском пространстве до того, до сих пор, они показывали, что распад, то есть границы, которые существовали до 1991 года, они в общем условные, и распадалось все по административным границам, которые до этого границами не считались реальными, и вдруг они стали настоящими, из чего возникло сразу много последствий. Но тем не менее, и в случае с Грузией, и в случае с Арменией, Азербайджаном, там были некие условные основания для автономии или некое образование внутри союзных республик, которая вслед за своей республикой объявляла то же самое, что делала она. То есть это была такая матрешка. Здесь мы видим, что даже административные границы, они уже не действуют, потому что ведь Украина в общем распадается, ну Крым немножко отдельно, а вот то, что происходит на Востоке, это не от падения каких-то административных единиц, это совершенно уже другая материя, что безусловно осложняет ситуацию, потому что при наличии пусть формальных, но все же административных границ как бы есть некая вот некая зона, что ли, некий предел развития. А здесь в общем все совершенно зыбко. Поэтому этот конфликт и по масштабу, и самое главное по сложности вот этой внутренней неопределенности, он на мой взгляд просто многократно превышает все, что было до этого.